здравствуйте друзья я подумал то что начнут цикл лекций о теме системного кандидоза в этом прекрасном месте я где-то полгода назад может быть уже больше начал проходить противогрибковую кандидозную программу вот и за это время скопился опыт скопились результаты у меня есть еженедельные отчеты на эту тему когда я проходил эту программу но сейчас я хочу как-то больше так подытожить поделиться источником на базе которого я проходил эту программу вот это такая вводная получается видео лекция будет я когда-то да узнал получается чуть больше чем полгода назад то что у меня системный кандидоз есть у меня проблемы связаны с системным кандидозом и я решил то что надо найти какую-то литературу на то есть когда есть проблемы есть соответствующая литература для того чтобы понять что с этим делать потому что я просто какие-то осколки знаний находил по интернету по видео лекциям на ютюбе по всяким форумам и нашим российским и иностранным вот я захотел найти какую-нибудь книгу на русском языке против по которая будет связана с лечением системного кандидоза вот и я не нашел ее с другой стороны я пошел дальше пошел в англоязычный интернет на amazon и посмотрел книжки там и моему удивлению там было более 40 книг на тему как излечить кандиду то есть там эта тема довольно сильно распространена и уже известна вот я в итоге купил книжку которая называется кандидок юр прочитал ее и да вот на базе нее решил пройти вот эту противокандидозную программу трехмесячный курс там как бы стандартный нужно соблюдать определенную диету скажу сразу у меня не получилось пройти эту программу полностью я прошел два с половиной месяца а потом я сорвался на халку ну тоже как бы да буду об этом отдельно рассказывать есть как бы свои эффекты такие какие результаты на текущий момент мне мне каких результатов мне удалось достичь ну в принципе да как как бы и параллельные у меня практики были и вот эта противогрибковая программа и вот за последние 2-3 года моих вот этих всех про практик как итог я могу сказать что у меня ну в основном ну сейчас посмотрим насколько получится первое первое это то что я излечил у себя весенний поленос у меня каждый год были весной аллергии на цветение и каждый месяц мне приходилось сидеть на антигистаминных препаратах таблетках зертек ты видил супрастин и подобные вещи а если не употреблять их то у меня очень сильно чесались глаза очень сильно текли сопли вот как бы все это чесалось но как бы у кого аллергия есть тот знает и тот поймет что это такое вот у меня это было всю жизнь с рождения и вот последние два года у меня этих симптомов нет никаких таблеток я не употребляю в принципе сейчас пока нет у меня необходимости никакой тоже в принципе это как тоже такой важный момент аспект скажу то что где-то уже 4 где-то 3 года я не пил вообще никаких медицинских таблеток ну кроме кроме сорбентов типа там угля и ну и других сорбентов подобных это тоже второй такой момент то есть первое я излечил аллергию но второе тоже как можно так сказать то что я в принципе нет нужды нет необходимости пользоваться таблетками там всякими антибиотиками и подобными вещами не было необходимости никакой еще какой момент у меня с рождения ну как с рождения даже нет с рождения это непонятно как касательно веса моего у меня после того как я уже ну вырос формировался можно так сказать да там до 18 лет дорос закончил школу у меня вес был 55 килограмм и он такой стабильный был лет 8 при моем росте метр восемьдесят два с половиной то есть такой индекс не индекс очень плохой с таким индексом даже в армию не берут вот и непонятно было как бы что с этим делать то есть я и кушал в таких количествах которых даже полные люди не кушают не было такого то что у меня нет аппетита у меня все время был хороший аппетит я первое второе третье добавка 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 потом через два-три часа опять хочется кушать как бы с этим все было в порядке но при этом вес никак не набирался а вот непонятно было как бы что с этим действительно делать возможно у меня темное лицо я просто не вижу со стороны немножко развернусь к свету следующий момент у меня с рождения с двух трех месяцев был атопический дерматит экзема очень можно даже сказать нейродермит и все такое все ну до до псориаза не дошло но был очень сильный была очень сильная экзема вот и в два года меня выездили на море там это дело стабилизировалось вода вытянула это все из кожи вот но в хронической форме это осталось и в течение жизни там до 18 лет вот если я там попил бы то есть у меня были такие вещи то есть поел аллергичные продукты типа рыбы у меня чесаться все начинало был еще такой опыт шоколадная молоча шоколадный напиток в таких коробочках тоже попил у меня здесь все чесаться начало вот и если я ел шоколадки то тоже на пальцах начинали появляться симптомы атопического дерматита то есть как бы такая хроническая форма была но видимых больших участков не было вот и сейчас могу сказать может аккумулятор закончится так что если закончится закончится пока буду рассказывать и сейчас у меня то есть вот я как сравниваю да раньше я шоколадку съел и у меня начинали чесаться руки сейчас я шоколадку съедаю ну бывает такое да у меня бывают срывы на всякие разные вещи тоже отдельно может быть рассказывать про это буду рассказывать да это важная тема сейчас если я шоколадку или две у меня был тут день как бы да я сорвался съел неделю назад 400 грамм сникерса вот и все нормально выдержали руки ничего такого не появилось то есть в принципе можно сказать то что атопический дерматит у меня тоже подлечился не уверен то что до конца но лучше стало следующий момент еще у меня была очень сильная сухость на руках на лице можно сказать на всем теле не хватало влаги не хватало жира вот тоже непонятно было что с этим делать я пользовался все время костылями кремом вот но изнутри никак это не не получалось питать вот и последние месяцы заметил то что руки у меня сейчас стали очень такие очень очень напитанные изнутри прям вот жиром еще один момент отмечу тоже залечил у меня была поражена мочеполовая система кандидой вот и из-за этого ну как я понимаю семенная жидкость мужская была имела такую не нормальную структуру какую-то клетка клетчатообразную такую что-то образно вот и тоже это залечилось последнее время там где-то месяца три-четыре назад я обратил внимание как бы там все нормально стало то есть у меня да такое понимание то что мочеполовую систему в этом смысле я тоже подлечил что еще но это основные такие вот достигнутые мной на данный момент результаты из негативных эффектов ну самый такой негативный эффект наверное который я получил это дисбаланс в том смысле то что я долго не ел сладкие вещи и после этого мне то есть противодействующие силы да которые ну как бы получается нагрянули после этого они мне навевали вот эти желания есть сладкое есть вредное у меня периодически бывает то что я там халвы могу грамм 250 съесть сникерсов там меда с орехами жареными с арахисом в общем всего того что очень любят грибок и на этом восстанавливается хорошо то есть как бы пока я вот это под контроль не взял но сейчас работаю над этим как бы в таких в других аспектах уже не касаемых еды касаемых эмоций проработки там всяких историй то есть такой уже духовный план но об этом я буду отдельно рассказывать пока это моя текущая тема я буду делиться такими фактами из биологии что ли то есть более более касаемые физических аспектов не духовных а физических именно с точки зрения кандиды и вот диеты и как это как это работает кандиды чем питается ну фактически у меня сейчас будут лекции строится на базе вот этой книжки кандиды кьюр американской еще один момент отмечу да я сейчас рассказал достигнутых своих результатов на базе чего я буду рассказывать дальше и лекции и тоже подчеркну такой важный момент то что везде на форумах вот на русскоязычных при программах да при предлагаемых программах по лечению системного кандидоза в основном используются такие вегетарианские веганские наборы которые исключают на животный белок вот я все-таки то есть как бы тут я не буду там никого да никому говорит что это так не так просто по моему мнению по моим ощущениям белок животного происхождения вот на данном этапе он нужен по крайней мере нужен был моему организму то есть у меня не получалось вот просто так вот сидеть условно на овощах очень было голодно при этом мне нужно было работать жил я находился в процессе прохождения этой программы в москве вот работал параллельно была у меня офисная работа и 8 часов 5 дней в неделю как бы требовал тоже энергии силу ну и всякие дела по дому то есть вот так вот не получалось у меня обойтись без животного белка из желт я буду рассказывать что входит в диету да вот отдельные сниму видео что входит что можно употреблять до в течение этой программы трехмесячной есть там еще одна трехмесячная программа на более жесткая есть там четырехмесячная четыре месяца и одна неделя программа она более такая более простая да в том смысле то что там допускаются некоторые дополнительные продукты но соответственно время программы это увеличивается вот и как мне кажется то что возможно даже есть смысл с нее начинать потому что ну как-то тяжело на да на совсем на жесткой диете сидеть и потом просто можно набрать вот этих обратных эффектов то есть как бы срываться на потом на вредную еду и тем самым результаты лечения они как бы вернуться на круги своя вот так что касательно вот да вот в этой книге в том числе будет предлагаться животный белок так что уж вегетарианцы простите не обессудьте но вот такой да такой вот тоже путь имеется тут я просто добавлю то что возможно есть есть смысл именно использовать вот эту программу как транзит как переходный период то есть например сначала излечить у себя кандиду да посидев на этой противогрибковой программе допуская белок потому что вот этот как бы орехов много нельзя потому что они тоже такая штука что сложно найти хорошие орехи которые вот только что с дерева причем самим там их там чистить колоть да те орехи которые покупаются они часто покрыты плесенью той же самой вот так что с орехами как бы сложно а белок как мне кажется да по моим ощущениям тоже нужен вот и поэтому приходится вот восполнять его яйцами рыбой ну и некоторым некоторым мясом не всеми видами там есть очень такие большие нюансы отдельно расскажу об этом но вот как мне кажется сначала есть смысл излечиться от кандиды до находясь на этой программе и таким образом как бы используя белок вот этот вот как временный период а потом уже можно будет идти дальше и уже отказываться от мяса переключаться на углеводы и на сладкие углеводы и потом уже фруктоедение когда совсем хорошо будет так что тут это это не не к тому то что нужно там есть мясо и и так далее не говорю что она полезная вот но это как такой временный транзитный путь на этом здесь я буду заканчивать благодарю вас за внимание всего самого доброго пока успехов вам успехов 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 путь этот не простой не простой но каждый день днем за днем потихонечку маленькими этими шажками можно можно добиться очень хороших результатов желаю вам здоровья всего самого доброго пока